Здравствуйте, эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник в студии Александр Семенов. В Самарской области выявили еще 305 случаев заболевания коронавирусом. Лидеры по суточному приросту больных стали Самара плюс 184 человека, Тольятти плюс 29, Новокуйбышевск плюс 12, Кенели от Радной по 11 человек, а также Сызрань плюс 10 человек. Из всех заболевших у 246 человек сначала диагностировали ОРВИ и внебольничную пневмонию. Остальные же 59 жителей области не имели никаких признаков болезни. Им поставили диагноз COVID-19 после профилактического обследования. Таким образом, получается, что общее количество случаев заражения коронавирусом в регионе теперь составляет 28 335 человек. Стали известны новые тарифы на холодную воду в Самаре. С 1 июля 2021 года тариф на питьевую воду для населения будет 36 рублей 48 копеек за кубометр. На водоотведение 20 рублей 8 копеек за кубометр. С учетом НДС в первом полугодии 2021 года тарифы останутся на уровне конца 2020 года. 35 рублей 8 копеек за кубометр и 19 30 рублей за кубометр, соответственно, говорится в приказе Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области. Стоит отметить, что с 1 июля 2021 года цены также вырастут на электроэнергию, горячую воду, отопление и капремонт. Уже три недели без газоснабжения и горячей воды остаются жители 289-го дома по улице Новосадовая. Подачу голубого топлива перекрыли в конце ноября, после того, как жилец одной из квартир, проживающей в пятиэтажке, отравился угарным газом. Теперь, вместо того, чтобы проблему решать, коммунальщики посоветовали жителям пользоваться электроприборами, что требует определенных затрат, к которым готовы не все. Рассказали об этом в нашей съемочной группе местные жители. Об очередной коммунальной беде и жизни самарцев в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». Чтобы нормально помыться, людям приходится кипятить воду, ведь газовая колонка в десятках квартир – это теперь не прибор, а просто элемент декора. Готовить еду на буржуйке приходится часами, жалуются жители. Часть дома, как минимум два подъезда, от газоснабжения отключили. Вот уже на протяжении трех недель мы находимся без газа. То есть, соответственно, без горячей воды, без горячей еды. Вот пользуемся электрическими сейчас приборами, собственно, для разогревания пищи. Вот и в данный момент наша проблема как-то достаточно лениво двигается. И непонятно до конца, как она вообще будет решаться, что будет, как. Падачу голубого топлива перекрыли в конце ноября, после того, как жилец одной из квартир, проживающей в пятиэтажке, отравился угарным газом. К счастью, все обошлось, но пользоваться коммунальными услугами полностью люди теперь не могут. Обращение в управляющую компанию и газовую службу положительных результатов пока не дали. Ну, обращались в первую очередь в управляющую компанию, в газовую компанию тоже, собственно, ходили. Ситуация какая? Они говорят, что мы проверили ваши вентоканалы и дымоходы, и у вас очень своеобразное строение дома, которое по текущим СНИПам, по каким-то техникам безопасности не позволяет использование газовых колонок, то есть в 30-40% квартира дома. Все, что предложили жильцам, это забыть про газоснабжение и полностью перейти на электричество, перейти на электроплиты и водонагреватели. И это 21 век, иронизируют люди. Между тем, покупка и переход на новое оборудование потребует немалых затрат, к которым готовы не все. Людей заставляют делать водные нагреватели. А это, во-первых, деньги. Я сходила по магазину, вчера узнала, от 8 тысяч до 15 тысяч стоят водонагреватели. Вот такие красивые, конечно. Фирмы крутой. Но это плюс доводка всякая, плюс работа с лесу. Это, получается, около 30 тысяч нам будет стоять. На фоне этого полезного совета от коммунальщиков у людей возникает резонный вопрос, а выдержит ли повышенную нагрузку электропроводка, которую пока никто не проверял. Дому больше 60 лет. Угарный газ – это, конечно, опасно, говорят жители, но доводить до пожара тоже не хотелось бы. Люди надеются, что проблему с газоснабжением все же удастся решить в короткие сроки. К решению вопроса не просят подключиться районную администрацию. Павел Баймаков, Сергей Ставцев, СТВ. Самая ценная и полезная информация для потребителей в рубрике «Ваши деньги». Слово моей коллеге Екатерине Алексеевой. Крупнейшие российские банки планируют заменить до 50% пластиковых карт на цифровые. Причем речь идет о планах на ближайшие 2-3 года. По мнению специалистов, замена пластика на цифру значительно экономит средства и вписывается в так называемую «зеленую повестку». Впрочем, на сегодняшний день большинство россиян пока предпочитают пластик. Стоит отметить, цифровые банковские карты выпускаются в онлайн-банкинге и практически не отличаются по своему функционалу от пластиковых карт. Для ее использования, причем не только в онлайне, но и в магазине, ее необходимо загрузить в мобильный кошелек. По данным Центробанка, по итогам второго полугодия 2020 года в России выпущено более 284 миллионов банковских карт. Впрочем, регулятор не приводит разбивку на пластик и цифру. А теперь расскажем о том, как изменились цены на прилавках нашего города. Так заметнее всего, за неделю подорожали свежие овощи. Огурцы на 12 рублей за килограмм, помидоры почти на 10 рублей. Дороже придется заплатить и за десяток яиц, в среднем на 3,5 рубля. А вот макароны и молоко, напротив, скинули в цене на 1 рубль 75 копеек и почти на 1 рубль соответственно. Мы поинтересовались у жителей нашего города, заметили ли они изменения цен. Цены меняются и не в лучшую сторону. Фрукты однозначно, молочные продукции тоже. Да, мне кажется, все, 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 как бы весь ассортимент. Даже хлеб. Мне кажется, вроде держится так же. Конечно, есть подорожание по некоторым позициям. Но сейчас то, что снизились, тоже заметно. И мы этому очень рады. До этого дорожали, а сейчас за хлебом пошла мука. Что-то я посмотрела еще и не заметила. У меня же на этом все. Берегите ваши деньги. Нетрезвый гонщик в Тольятти. ДТП с пострадавшим в Самаре. Дорожная авария на трассе М5. Обо всем по порядку в обзоре происшествий. В Самаре инспекторы ГИБДД выясняют подробности дорожной аварии на трассе М5. ДТП произошло рано утром в понедельник, 21 декабря, в Красноглинском районе. По предварительным данным, водитель грузовой «Газели» не справился с управлением, и машина протаранила впереди идущий грузовик, после чего загорелась. В результате столкновения пострадал водитель «Газели». Выбраться из горящей машины ему помогли очевидцы. Один человек пострадал в результате ДТП в Самаре. Авария произошла около двух часов дня, 20 декабря, на улице Фадеева. По данным полиции, при выезде на главную дорогу, 60-летний водитель Киа не пропустил вазовскую приору. Столкновения избежать не удалось. Водитель отечной легковушки получил травмы. После оказания медицинской помощи ему назначили амбулаторное лечение. Десять суток ареста грозит 24-летнему жителю Тольятти, который сел за руль в нетрезвом виде. Вазовскую легковушку инспекторы ДПС попытались остановить на улице Мира. Требования полицейских водитель проигнорировал и нажал на газ. В ходе погони он грубо нарушал правила дорожного движения. Позже его все-таки удалось задержать. Как выяснилось, водительских прав у молодого человека никогда не было. От прохождения медосвидетельствования он отказался. Несколько десятков спортсменов со всего региона в Самаре стартовало региональное первенство подзюдо среди юниоров. У каждого участника есть возможность проявить себя и стать частью сборной команды региона. Наш корреспондент Павел Баймаков продолжит. Бросок, захват, несколько секунд и вот соперник уже просит ослабить хватку. Дзюдо Сергей Алямкин занимается уже пять лет. За это время не раз одерживал победу в соревнованиях различных уровней. Совсем недавно стал одним из лучших в первенстве Приворского федерального округа в категории до 21 года. Спортсмен уверен, залог успеха заключается в ежедневной работе над собой. Самое главное – тренировки и подготовка. Не только физически, еще и психологически. Ты уже выходишь на тайме, ты уже не думаешь. Мышцы уже сами за тебя выполняют все функции, которые ты делал на тренировках. В связи со сложившейся эпидемической обстановкой соревнования в этом году проходили и проходят без зрителей. Впрочем, по мнению специалистов, это только помогает спортсменам сконцентрироваться. Они меньше отвлекаются. Слышно твоего тренера, который все время тебе подсказывает, дает какие-то задачи, и ты их выполняешь, чтобы на других соревнованиях применить их на более высоком уровне. В турнире принимают участие сильнейшие дюдаисты со всего региона в возрасте до 23 лет. Многие из них уже добились высоких результатов. Сегодня на татаме вышли юноши, а уже на следующий день свое мастерство в этой возрастной группе продемонстрируют и девушки. Ребята здесь собрались, так сказать, лидирующие, все, кто борется, всех мы их знаем, кто на что способен. И предварительно уже знаем, кто будет в сборной представлять нашу команду на первенстве Приволжского федерального округа. По итогам отборочного этапа лучшие спортсмены войдут в состав сборной команды Самарской области и планируется, что уже в феврале они будут защищать честь региона на соревнованиях среди команд Приволжского федерального округа. Павел Бельмаков, Сергей Ставцев, СТВ. В преддверии новогодних праздников подопечные приюта «Надежда» готовятся к переезду. С момента основания приюта отделение для собак находилось в поселке Яицкое, недалеко от южного города. Но из-за расширения площади жилищного строительства собакам пришлось искать новый дом. Подходящий участок нашли в Новокубышевске сейчас. Там ведется ремонт и благоустройство территории. Помогают все неравнодушные, в том числе молодые сотрудники компании «Газпром Трансгаз Самара». Глобальный переезд – дело непростое. Пока мужчины грузят будки в машину, девушки выгуливают собак. Молодые люди приехали в приют целой командой. Работы здесь много, но каждый понимает, что эта помощь сегодня здесь. Необходимо, как никогда. «Они заботятся о кошках и собаках, которые остались без крови, остались на улице. Сегодня наши ребята загрузили будки со старого места, где сейчас находится приют. Перевезли на новое, выгрузили их, чистят вольеры от снега. И будут стелить там пол из подонов деревянных, для того, чтобы установить будки на новом месте». На новом месте в Новокуйбышевске кипит работа. Добровольцы чистят снег сначала в самих вольерах, а уже после вывозят его за пределы приюта. Здесь же молодые люди сколотили деревянный пол из поддонов. Чтобы с нуля создать все необходимые условия для проживания питомцев, проделана колоссальная работа. «Довольно-таки часто оказываем различную благотворительную помощь, волонтерскую помощь различным организациям. И сегодня мы приехали помочь приездам в приюту «Надежда», помочь им с обустройством территории. И приехав сюда, увидев эти милые мордочки, этих собак, невозможно остаться равнодушным, не помочь им и не оказать какой-то помощи». Приют «Надежда» существует исключительно за счет пожертвований и помощи волонтеров. Сейчас там содержится 120 собак и 80 кошек. С 2019 года организация сотрудничает с Советом молодых ученых и специалистов компании «Газпром Трансгаз Самара». Молодые люди всегда рады помочь, в том числе и материально. В этом году из благотворительного фонда компании выделили дополнительные средства на закупку корма для кошек и собак, а также необходимых ветеринарных препаратов. А в этот раз помогли и в закупке строительных материалов для обустройства приюта. До 24 декабря в Самарской области ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 9 градусов. Местами ожидается гололедица. Днем в ближайшие три дня будет около 15 градусов. Со знаком «минус» ночью столбики термометров опустятся до минус 27. У меня же на этом все. Далее прогноз погоды, интересные новости программы. Можем также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru. Смотрите и читайте наши новости в группе ВКонтакте. На ваших экранах QR-код сканируйте его камерой приложения ВКонтакте. Мы с вами прощаемся. Всего доброго и до встречи. Продолжение следует...